Трехдневный марафон голосования завершен. В этом году выборы прошли с пятницы по воскресенье, чтобы развести поток избирателей на участках. В Губкинском выбирали депутатов в Государственную Думу, Тюменский парламент и в Думу города Губкинского. Если итоговые результаты будут позже, то данные по явке на избирательной участке уже известны. По предварительным данным окружного избиркома, Губкинский в лидерах по явке избирателей среди городов Ямала. Она составила 65,38 процента. Все три дня голосование проходило с соблюдением всех необходимых санитарных мер. Абсолютно на всех участках соблюдают меры санитарной безопасности. При входе обязательная термометрия, обработка рук. Кроме того, каждому избирателю выдают одноразовую маску, индивидуальную ручку и перчатки. На всех 13 избирательных участках были созданы все условия для безопасного и комфортного волеизъявления. А самое главное, все, кто приходили на участки важности голосования, не сомневались. Один известный человек сказал, плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят на выборы. Поэтому обязательно нужно голосовать, неважно в какой день. Главное, в принципе, проявить гражданскую позицию и отдать свой голос за того кандидата, который, по мнению избирателей, достойно представит в Думе губкинсов, жителей Тюменской областной думы и Ямал-Ненецк, и автономную часть всей России. Губкинсы традиционно показывают высокую явку, и я надеюсь, что этот год не станет исключением. Голос каждого. Чем больше голосуем, тем больше изменится наша страна, наша Россия, наш округ, наш поселок. Для нас это очень важно, потому что мы хотим жить в том будущем, которым мы выбрали. И для нас это просто гражданский долг, наша гражданская инициатива. Конечно, надо входить на выборы, потому что мы выбираем всех людей, которые нам нужны. Поставить галочки нужно было в пяти бюллетенях. По два предназначались для голосования за кандидатов в Тюменский парламент и в Государственную думу. Еще в одном выбирали депутатов в Думу города Губкинского. В этом году в нее баллотировались 39 кандидатов. Отдать свой голос важно, потому что, именно, думаю, благодаря моему голосу выберут того или иного кандидата. Это такой огромный плюс в одну большую копилку. Мне не безразлично, кто будет управлять и помогать нашему народу. Считаю, каждый голос важен. Каждый человек – это частичка нашей страны. И каждый голос может повлиять на будущее нашего города, нашего региона, нашей страны. Конечно, непосредственно только наши голоса и могут повлиять на что-то. Я, во-первых, хотела воспользоваться тем правом, которое мне предоставлено Конституцией. И я считаю, что очень просто лежать на диване и критиковать власть. Для меня проще прийти сюда и что-то сделать для города, округа, для России в целом. Выборы этого года эксперты считают одними из самых технологичных в истории. Весь процесс голосования контролировался по видео. Трансляция была непрерывной, а запись с камер будет храниться еще в течение года. Кроме того, за ходом голосования следило рекордное число наблюдателей. В том числе и от политических партий, общественных движений, кандидатов. Все в один голос говорят. Нарушений не зафиксировано. Все прошло в порядке законодательства. Никаких выявленных нарушений нет. Заявлений о нарушениях принятых не было. К этому часу в Губкинском уже известны предварительные итоги. Большинство голосов на выборах депутатов трех дум набрали кандидаты от партии «Единая Россия». Елена Канина, Михаил Марков, Денис Гимб. Новости Губкинского.